Привет всем. Камилу Валиеву всё-таки засудили или произошла тренерская ошибка? Для многих фанатов фигуристка неожиданно осталась на четвёртом месте после лидерства в первый день соревнований. Ещё на разминке она пробовала четверной тулуп и после неудачной попытки в конце шестиминутки удержалась за спину, долго не могла пройти в себя и быстрее всех ушла со льда. А вот уже на самом прокате элемент ультра-Си Валиевой тоже не удался. Она присела на выезде, но не смогла удержаться и упала. Вся программа далась Камиле очень тяжело. Она с большим усилием вытаскивала каскады, а дорожка шагов была сделана очень плохо. Почти на одном месте спортсменка постоянно смотрела на ноги, контролировала каждый поворот, из-за чего в итоге споткнулась и совсем потеряла в скорости. Несмотря на это, третий уровень сложности и положительный ГАЕ, хотя элемент полностью испорчен. Короче говоря, не совсем понятно, почему тренеры решили оставить в программе четверную, ведь форма Валиевой далека от оптимальной сейчас. И ещё один косяк тренерского штаба. Камила изначально планировала исполнить две секвенции, хотя по правилам разрешена только одна. Это было и в изначальной заявке, поэтому основной вопрос к тренерскому штабу, который составлял план. Судя, как всегда, проявили лояльность и за полностью развальный прокат поставили 132 балла. Общая сумма баллов – 213. Бронзу забрала дебютантка Дарья Садкова, также представляющая штаб Тутберидзе. Она решила рискнуть и вставила четверной тулуп в произвольную программу. В итоге ещё на заходе было понятно, что прыжок не получится. Дарья с него упала. Пока сложно выделить сильные стороны фигуристки, так как в произвольной программе ко всем элементам есть вопросы. В итоге Садкова получила достаточно средние надбавки за непрыжковые элементы – 141 балл за произвольную. Общая сумма – за две программы с 214 баллов. Но вот что ещё меня смутило. После проката Дарья Садкова в интервью журналистам как будто бы извинялась за своё третье место, что, на мой взгляд, недопустимо. Понятное дело, что оказалась я на пьедестале не за счёт того, что я сделала свой максимум, а за счёт того, что, может быть, Камила не показала тот результат, который помог бы ей остаться на первом месте. Алина Горбачёва остановилась на втором месте. Она тоже решила исполнить элемент ультра-Си. Но с четверного Сальхова спортсменка упала. Произвольная программа на тему сериала «Ход королевы» пока не выглядит максимально выигрышно. Видно, что ритм не совсем подходит Алине. Ей сложно подстроиться даже после второго турнира в сезоне. С падением Горбачёва набрала 145 баллов за произвольную. Общая сумма баллов – 219. Золото взяла Софья Муравьёва из «Ангелов» Плющенко. Она единственная из лидеров, решила не рисковать и выступила без тройного акселя, что в итоге можно признать правильным решением. За чистый перформанс Софья получила 151 балл, 228 баллов за два дня. Больше в этом сезоне набирала только Аделя Петросян. Ещё пара слов по поводу проката Камилы Валиевой. Ещё один момент, который нужно проговорить. Одна из судей, Марина Сучкова, поставила спортсменке 9,50 баллов за композицию и по 9,25 баллов за представление и мастерство катания. Напомню, согласно правилам, при двух и более ошибках, если они минимально влияют на целостность программы, максимальная оценка может составлять 8,75 балла. Позднее Татьяна Тарасова прокомментировала прокат Валиевой, цитирую, «Не буду комментировать решение судей, наверное, оно было грамотным». А сам прокат Камилы очень был неуверенным, один из худших. Это был не её прокат, допускала ошибки и сделала техническую ошибку, из-за которой ей не засчитали элемент. А вот короткая программа мужчин на этапе Гран-при России в Казани завершилась настоящей сенсацией. Владислав Дикиджи едва не обошёл действующего чемпиона России Евгения Семененко. Но и у других спортсменов был шанс догнать соперников. Из сильнейшей четвёрки первым вышел на лёд Глеб Лутфулин. Спортсмен завел один из самых сложных контентов произвольной – четыре квада и два тройных акселя. За каждый квад Лутфулин прям боролся, отчаянно стараясь не упасть, но всё же второй Сальхов завершился падением. Отсюда и не до круты. По итогам пересмотра их нашли целых четыре. Пока что Глеб не может выкатать произвольную на одном дыхании, поэтому оценки за компоненты откровенно невысокие для его возможностей. За произвольную программу – 171 балл. И если Лутфулин потерял силу ко второй половине произвольной, то Макар Игнатов устал с самого начала проката. Да, по сложности он планировал примерно аналогичный контент. Но грязные выезды и бабочка на тройном флипе нивелировали базовую стоимость. Плюс у Макара куда-то потерялся третий каскад. Видно, что фигуристу очень тяжело дался этот прокат – 153 балла и место за пределами призовой тройки. Не просто пришлось и Евгению Семененко. Чемпион России стал одним из немногих, кому удалось совместить презентацию и элементы, пусть и с косяками. За произвольную Семененко получил 167 баллов. Запас после первого дня позволил ему сохранить серебро этапы гран-при. Владислав Дикиджи решил удивить казанскую публику дважды. Успех в короткой программе мог как настроить его на произвольную, так и нагрузить психологически перед прокатом. Счастью, фигурист справился с выступлением практически идеально. Шикарный четверной луц, два квад-сальхова. Все каскады на месте. Весь запланированный контент Дикиджи исполнил даже без минимальных помарок. Теперь ему нужно нарабатывать непрыжковые элементы. Были вопросы и к уровням на вращениях, и к пустоте между прыжками, и к посредственному скольжению. Тем не менее, 190 баллов. Владислав начинает сезон с победы на гран-при. Неприятный инцидент случился на шестиминутной разминке. Артем Грициденко случайно въехал в Анастасию Мухортову, которая от столкновения улетела. Фигурист сразу же побежал проверять, все ли в порядке с девушкой. К счастью, все обошлось без серьезных повреждений. Вот как ситуацию прокомментировал сам Артем. Цитирую. Не заметили друг друга, ехали спиной. Вроде успели разойтись, чтобы не получилось никаких травм. Только на льду с Настей успели обменяться парой слов. Живая, живая. Все дальше поехали разминаться. Конец цитаты. Всем спасибо за теплые слова. Мы очень рады снова вернуться на соревновательный лед. Очень рады поддержке вас, зрителей. Мы очень рады. Всем спасибо. Друзья, пожалуйста, не переживайте за Настю. Все хорошо. Это была такая глупая случайность. Поэтому Настя жива, цела. Я лично в этом удостоверился. Поэтому не переживайте. Все будет хорошо. Спасибо за вашу поддержку. Мы вас очень сильно любим. Я только взбодрилась, если честно. Всем спасибо. Появилось видео тренировки танцевального дуэта Кагановской и Некрасова. Видео в соцсети опубликовала тренер Екатерина Рязанова. Напомню, Василиса Кагановской и Максим Некрасов начали кататься вместе с сентября этого года. Пара тренируется в группе Анжелики Крыловой. Ранее Василиса выступала с Валерием Ангелополом. А Максим с Елизаветой Пасечник, которая в свою очередь сейчас скатывается с Дарио Черезано. Ребята, я забыл добавить, какая сегодня прекрасная погода. В честь этой погоды я вам сделаю еще раз ведуинский. Я постараюсь ноги повыше закинуть. Ребята, всем привет. Мы только что вышли с Олимпийского комитета. Лиза, что у тебя в руках? Вау, что-то интересное. Надо снять обзор потом. У меня чуть-чуть побольше, правда. Ну а потом обязательно сниму обзор. Интересно. Ну там классные вещи. Прям зачет. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Александр, выступил на третьем этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона 2023-2024 в командных юношеских соревнованиях «Битва школ». Выступив с произвольной программой по второму спортивному разряду, Плющенко-младший набрал 72 балла, что позволило ему одержать победу в этой категории. Все видео с юным фигуристом вы можете посмотреть у нас в телеграм-канале. Мама российско-фигуристки Софьи Муравьевой обратилась к администраторам соцсетей Академии Плющенко с требованием не публиковать посты о своей дочери. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Академии в ответ на просьбу болящицы в комментариях разместить поздравления фигуристки с победой на этапе Гран-при России. Вот что говорится в сообщении администратора канала Цитеру. Сразу отвечу, что поста про Муравьеву здесь не будет по требованию ее официального представителя в лице ее мамы. Если вы заметили, после контрольных прокатов все мои публикации о спортсменке были удалены. Маму не устраивают, как в официальных аккаунтах представляют ее дочь. Принято решение администрации, что публикации не делаю. Сама спортсменка также давно против съемок. Главный тренер и руководство, конечно, поздравят спортсменку и в соцсетях тоже. Спасибо за понимание. Конец цитаты. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на наши соцсети. Услышимся!